Здравствуйте, в эфире Новый день. Мы продолжаем знакомиться с новинками отечественного автопрома. В начале июня АвтоВАЗ представил общественности Ладу Гранта Кросс. В чем ее особенности? Сейчас расскажем. Создатели автомобиля уверяют, он отлично подойдет для поездок на дальнее расстояние. Причем неважно, отправляетесь вы на дачу, на юг страны, на море или в труднодоступное место в поход с палатками. Инженеры постарались сделать так, чтобы вы смогли добраться до пункта назначения с максимальным комфортом. Увеличенный дорожный просвет до 198 мм, новые колесные диски на 15 дюймов. С такими показателями Гранта Кросс может ездить только по шоссеной дороге, но и по легкому бездорожью. Автомобиль хорош не только в путешествиях. Он может стать отличным помощником для торговых представителей, снабженцев, частных предпринимателей. В общем, для всех, кому нужно что-то перевозить. Удобно и недорого. У автомобиля просторный салон, который легко трансформируется под необходимые нужды. Багажник тоже довольно вместительный на 360 литров, который легко можно довести до 675 литров, сложив задние спинки сидений. Автомобиль предусматривает три комплектации. В классическом исполнении электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер, водительская подушка безопасности. Вторая ступень – комфорт. Здесь добавляется пассажирская подушка безопасности, аудиосистема, обогрев передних сидений и центральный замок с дистанционным управлением. Топ-исполнение щеголяет датчиками света и дождя, круиз-контролем, парктроником, а также задними электростеклоподъемниками. Особо привлекательный автомобиль «Лада Гранта Кросс» делает в простой и сравнительно недорогое обслуживание. Кстати, после обновления мотора получили так называемые бестыковые поршни. За счет специальных выемок они не гнут клапана в случае обрыва ремня ГРМ. А значит, ремонт двигателя не будет разорительным для его владельца. Водители Чувашии уже оценили новинку. Самое главное для нас именно вот это бестыковые поршни. Они вот установили двигатель и получается, ну и сейчас нет такого беспокойства, что именно клапана погнутся и получаются затраты. Поближе познакомиться с автомобилем чебоксарцы смогут на выставке «Регионы сотрудничества без границ», которая пройдет с 21 по 24 июня. В ближайшие выходные в Чувашии отметят День Республики. Нас ждет огромное количество интересных площадок. Обычно широко освещаются события, которые происходят в Чебоксарах. Однако сегодня мы хотим рассказать вам о необычном фестивале, ради которого стоит отправиться в Ибресинский район. Там соберутся авиамоделисты сразу из трех республик. Они примут участие в фестивале «Чумотары». Это необычное слово является аббревиатурой и расшифровывается как «Чуваши, морицы, татары». Представители именно этих национальностей стали организаторами фестиваля. Авиамоделисты представят настоящие самолеты в миниатюре. Внутри каждой модели десятки проводов, полноценный двигатель и топливные баки. Одни работают на горючем топливе, для других предпочтительнее электроэнергии. Увидеть трюки, которые будут выписывать в небе эти миниатюрные летательные аппараты, можно будет в селе Новая Чурашево 22 июня. Торжественное открытие фестиваля намечено на 11.00. В честь 550-летия столицы нашей республики ГТРК «Чувашия» разыгрывает призы. Получить вот такую бейсболку сможет тот, кто первым перечислит все города-побратимы столицы республики. Свои ответы присылайте по адресу, который видите на экране. А у меня на этом все. Ну а завтра, завтра будет новый день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok